38 лет назад трагически оборвалась история голливудской золушки, вышедшая замуж за принца. Что скрывает государство? Какие скелеты в шкафах хранит родня? И причем здесь массоны? 14 сентября 1982 года не стала Грейс Келли, а скороносной американской актрисы, ставшей визитной карточкой Европейского королевства. 52-летнюю супругу князя Монако Ранье III и мать троих детей отключили от аппарата искусственного жизнеобеспечения. За день до этого одна из самых очаровательных блондинок 20 века разбилась в автокатастрофе, сорвавшись на повороте с горной дороги. По злой иронии судьбы, случилось это на том же серпантине французской Ривьеры, где она встретила своего будущего венценосного мужа. Любимая актриса Альфреда Хичкока, названная режиссером «Вулканом под снегом», на том же самом месте сидела за рулем в кадре во время погони в фильме «Поймать вора». И многим до сих пор кажется, что смерть Грейс Келли тоже была кем-то срежиссирована. В ней также много загадок, как и белых пятен в этой биографии. «Если люди когда-нибудь узнают историю моей настоящей жизни, то увидят во мне живого человека, а не сказочную героиню», – произнесла однажды кумир миллионов, оставшаяся в глазах поклонников идеальной женщины. Первая нестыковка в досье Грейс Келли – это происхождение Золушки. Героиня красивой лавстори, принца и простолюдинки, не была аристократкой по крови, но выходила замуж с двухмиллионным приданным. Впрочем, в рассказах об отце-миллионере смущает подробность, что заботливая дочь посылала ему деньги, заработанные на оплату собственной учебы. И таких недоразумений в ее противоречивом жизнеописании хватает. Келли избегала вопросов о личном, старательно оберегая свой лакированный образ от развенчания мастерами сенсаций. Журналистам оставалось обсуждать ее надменность, иронизировать по поводу искусственно акцентированной речи и уличать в фальшивости манер. Двойное дно у холодной блондинки подсказывало и ее авантюрное амплуа в кино, фантазию любителей додумывать детали распалял характер ролей, где добро оказывалось злом. А что осталось за кадром в реальной жизни актрисы и десятой книги Немонако? Нужда не заставляла юную Грейс зарабатывать рекламой трусов, чтобы выжить. Работать она могла в свое удовольствие, поскольку родилась с серебряной ложкой во рту и выросла в шикарном трехэтажном особняке в Филадельфии. Я действительно понятия не имею о доходах отца и никогда не спрашивала его о бизнесе. Клялась Келли журналистам, поддерживая имидж хорошенькой дурочки в стиле «Говорите помедленнее, я блондинка». Эксперты же насчитали у ее родителя состояние 20 миллионов долларов. Джон Брэндон Келли родился в Пенсильвании в 1889 году в семье ирландских переселенцев и прожил свои 70 лет, удостоившись памятника в родной Филадельфии. Парень с веслом, его славное прошлое, трехкратного олимпийского чемпиона по академической гребле. Трудно поверить, что начинал основатель преуспевшей фирмы Келли кирпичные работы с рядового каменщика. Отец Грейс Келли и дед ныне правящего князя Монако Альберта II имел собственную строительную компанию, которая принесла ему достаток и влияние на восточном побережье США. В 1935 году он уже выдвигался на постмэра Филадельфии, а двумя годами позже возглавлял в своем округе Демократическую партию. Директором Национального центра физической подготовки его сделал во время Второй мировой войны сам президент США Франклин Рузвельт. Департамент физкультуры в Университете Пенсильвании возглавляла жена Джона Келли, немка по происхождению Маргарет Кэтрин Майер, учившаяся до замужества в Университете Темпл и работавшая в молодости фотомоделью. Красоту матери унаследовали три дочери спортивной четы. У Грейс были старшая сестра Пегги и младшая Лизанна, а отцовское увлечение греблей разделил сын Джон, бронзовый призер Олимпийских игр в Мельбурне. Успехи детей биографы отнесли к строгому воспитанию, младшие якобы донашивали одежду старших, а Грейс получила католическое образование в религиозном колледже Рейни Хилл, где она и дебютировала в 16-летнем возрасте на сцене в рождественском представлении в роли Девы Марии. Выпускница католического колледжа не пошла в сестры милосердия или на какие-то другие богоугодные дела. Грейс Келли подалась в Нью-Йорк сниматься в рекламе и прорываться в артистке. Поступить в Американскую академию драматического искусства девушке с плохо поставленной речью помог дядя, известный драматург и лауреат Пуллицеровской премии. Не задержались и роли. В 1949 году она уже блистала на Бродвее в спектакле по пьесе Стринберга «Отец», а в 1951-м впервые появилась на экране, получив эпизодическую роль в картине «14 часов». Годом позже Келли снялась в вестерне ровно в полдень со звездным партнером Гарри Купером, а на следующий год сыграла в «Магамбо» с Кларком Гейблом и Авой Гарднер. Мало того, что вчерашнюю дебютантку допустили в золотую обойму Голливуда, так еще и выдвинули на главную кинопремию страны за лучшую женскую роль второго плана. В 1953 году номинантка на «Оскар» осталась без приза, но в 1955-м получила свою золотую статуэтку за роль в «Деревенской девушке». Снят фильм был в 1954 году. Первое в истории вручения «Оскара» телевизионное шоу обошлось организаторам церемонии в полмиллиона долларов, но его посмотрело 50 миллионов зрителей, после чего Келли проснулась знаменитой. Тут же ее взял в оборот Альфред Хичкок, у которого Грейс сыграла в трех фильмах, два из которых критики назвали в числе лучших картин режиссера. В случае убийства «Набирай М» и «Окно во двор». Мастер кинодетектива даже готов был выкупить любимую блондинку у конкурирующей компании MGM, успевшей заключить с Келли семилетний контракт на эксклюзивное сотрудничество. Кинокарьера актрисы продолжалась всего четыре года с 1952 по 1956, но этого хватило, чтобы оказаться на 13-м месте в списке Американского института киноискусства, 100 величайших звезд кино. На счету Грейс Келли – десяток ролей, один «Оскар» и имидж одной из самых красивых актрис той поры. Уйти из профессии перспективную звезду экрана заставил человек, которого с ней кино и познакомило. Князь Монако Иринье III увидел актрису во время съемок на французской ривьере. Эта встреча в 1955 году стала началом отношений, которые одни назовут романом века, а другие – сделкой века. Считается, что родня Келли не одобряла предыдущих кандидатов мужья для своей дочери, забраковав всех ее женихов, кроме европейского монарха. И не важно, что Монако они поначалу путали с Марокко. Известно, что и принцу весомые люди советовали породниться с американской звездой для укрепления статуса крошечного королевства, независимого от Франции. Так или иначе, будущие супруги пожали при знакомстве друг другу руки. Как это сделали бы деловые партнеры? Решение о свадьбе было принято через полгода переписки, в котором почему-то участвовал духовный наставник Ренье, отец Такер, и протокольного медицинского теста невесты на фертильность. Под венец наследным принцем Монако Грейс шла не девственницей. Среди ее воздыхателей называют преподавателя Академии Дона Ричардсона, устроителя банкетов Филиппа Клодиуса, иранского шаха Пехлеви и модельера Олега Кассини. Незадолго перед свадьбой ее мать дала ряд скандальных интервью, где откровенно рассказала о романах дочери. Грейс очень переживала, что это расстроит свадьбу, но к чести принца надо сказать, что он не отказался от своего намерения жениться на любимой. Родив мужа троих детей, Каролину Маргариту Луизу, Стефанию Марию Елизавету и правящего ныне князя Альберта Второго, освобожденная от других забот мать, старалась вложить в них всю душу. А главной ролью Грейс Келли стала роль принцессы, с которой она справилась от начала и до конца. Изображать семейное счастье актриса могла убедительно, но на самом деле ходят слухи, и дели не было. В молодости Рентье ревновал жену к популярности и даже запретил показывать на территории королевства фильмы с ее участием. По другим сведениям, он это сделал лишь после смерти супруги. Говорят, князь позволял себе насмехаться над женой на публике, критиковал ее увлечения гербариями и скучал на устраиваемых супругой благотворительных выставках и приемах. Свечку папарацци не держали, но намекали на обоюдные измены. Погибла Грейс Келли при очень странных обстоятельствах. Автокатастрофа – самое распространенное решение проблемы, когда стоит задача убрать человека. 13 сентября 1982 года Келли потеряла управление двухлетним автомобилем «Ровер» и упала со склона горли. Официальной причиной этого был объявлен инсульт. По словам находившейся в машине дочери Стефании, в поездке мать жаловалась на мигрень, а перед трагедией крикнула, что ничего не видит. Скончалась женщина на следующий день в реанимации. Врачи госпиталя Монако, который теперь называется медицинским центром княгини Грейс, констатировали смерть мозга, и супруг дал согласие на прекращение поддержания дыхания, на что очень обиделась родня Грейс, поскольку они даже не смогли с ней проститься. На церемонии прощания было 400 высокопоставленных гостей, а телетрансляцию похорон смотрели 100 миллионов зрителей по всему миру. Упокоилась Грейс Келли в роскошном соборе Святого Николая в Монако, в том самом, в котором состоялась знаменитая свадебная церемония. В том же семейном склепе Гримальди похоронили в 2005 году и пережившего супругу на 23 года князя Ренье, навсегда оставшегося вдовцом. Трагическая развязка романтической истории и по сей день беспокоит пытливых исследователей, выясняющих истинную картину событий. Иную интерпретацию загадочной гибели Грейс Келли предлагают фильм «Главный свидетель» и книга журналиста Бернара Виоли «Тайна скалы», после выхода которой оставшаяся в живых участница смертельного ДТП нарушила 20-летний обет молчания и пролила свет на тайны королевской семьи. В интервью сразу трем ведущим европейским таблоидам. Что же раскопал автор расследования, которое произвело такой резонанс? Виолой разыскал бывшего начальника полиции Ницце Роджера Бенче. Полковник уже живет в Майами и тот рассказал о тупике в выяснении причин катастрофы, уготованном для французского дознания. На попытке допросить единственную свидетельницу Стефанию я получил ответ от князя Ранье, что конституция Монако дает право дочери уклониться от показаний. ДТП произошло аккуратно на границе между Монако и Францией и дело вести взялись подданные Монако по распоряжению князя. Они увезли разбитую машину с места аварии и заявили, что из строя вышла коробка передач. А наши эксперты, успевшие осмотреть автомобиль на месте, неисправностей не заметили. Ни один узел, по их мнению, не мог спровоцировать аварию. Автор книги отмечает, что рычаг коробки передач перед падением находился в режиме обычной езды, а не горной дороги, которую всегда выбирала осторожная на трассе Келли. Кроме того, она никогда не управляла машиной без ремня безопасности, а в тот раз почему-то ехала непристегнутой. Не выдерживает критики и оглашенной Гримальде официальной причиной трагедии разрыву Келли сосуды головного мозга. Почему же тогда признаков аневризма не подтвердил сделанный в госпитале рентген? Почему Келли решила вести машину в горах сама, если с этим лучше бы справился ее личный водитель? Причин называлось сразу две. В салоне не было лишнего места из-за лежавшего на заднем сидении багажа, и мать хотела поговорить с дочерью Тет-Атет. Якова отчитывала ее в дороге за непослушание и решение заниматься экстремальной ездой под влиянием друга-гонщика. А может быть, за рулем была 17-летняя Стефания, золоновавшая мать демонстрацией навыков опасного вождения. Она могла везти машину уже потому, что у Грейса раскалывалась голова. Ведь доказано, что после падения мать находилась на заднем сидении, а дочь выбиралась из салона со стороны водительского места. Что же заявила на предъявленные подозрения молчавшая 37 лет Стефания? Да ничего нового. В то время у нее не было мол ни водительских прав, ни желания управлять автомобилем. А главное ей запретил ездить самой строгий отец. Правда при этом она все же посещала курсы вождения, на которые записалась с подачи Поля Бельмондо. Сын известного французского актера был тогдашним ухажером девушки и покорил ее лихачествами за рулем. Они как раз с матерью и ехали в тот роковой день на вокзал в Ниццу, откуда Стефания должна была отправиться к жениху в Париж. Когда автомобиль понесся к обрыву, дочь Грейс Келли по ее словам попыталась остановить машину, нажав ручной тормоз с пассажирского сиденья. Поскольку дверь с ее стороны была заблокирована, после падения с 45-метровой высоты она выбиралась через дверь водителя. Почему дочери не было на похоронах матери, Стефания объяснила запретом врачей. Две недели она пробыла под их присмотром из-за полученного стресса. Насчет травм тоже путаница. Поначалу было заявлено, что дочь не пострадала, а позже появились сообщения о том, что Стефания повредила шею. В любом случае от дальнейших комментариев на эту тему она отказалась, призвав оставить в покое ее саму память о матери и трагедию в горах, на которые пора поставить точку. Между тем есть еще одна версия случившегося, которая имеет право на жизнь. В 1998 году появилась публикация о том, что 15 июня 1982 года, за три месяца до гибели, Грейс Келли стала членом тайного ордена Храм Солнца. Его магистром в Монако тогда был друг принца Ренье Жан-Луи Мирсан. Орден по утверждению адептов является хранителем тайных знаний тамплиеров и состоит по наблюдению автора фильма о загадочной гибели Грейс Келли Дэвида Коэна из мировой элиты, в лице самых богатых и влиятельных людей. За право вступить в орден Грейс Келли якобы заплатила 9 миллионов долларов и осталась должна еще 6 миллионов. Ходили слухи, что княгиня Монако как раз ехала на собрание тайного общества. Подвезти дочь она решила потому, что это было по пути. Келли направлялась в деревню Морган, где находилась штаб-квартира масонского общества. Считается, что цель ордена влиять на политические процессы в Европе основал орден Храм Солнца в 1952 году писатель Жак Бриер, А возглавлял его с 1968 Жюльен Арригас, который в прошлом являлся членом нацистской Аненербе. Примечательно, что многих адептов Храма Солнца постигла такая же печальная участь, как и Келли. В одном только 1994 году при невыясненных обстоятельствах погибли около 70 членов тайного ордена. Продолжение следует...